Вулжские узоры с кавказским акцентом. В рамках проекта «Новое передвижничество» на сцене филармонии выступил академический государственный ансамбль танца «Лезгинка». А еще хореографы легендарного коллектива обменялись опытом с самарскими артистами. На мастер-классе кавказского танца побывал Николай Козлов. В каждом юноше дремлет хищный орел, а в каждой девушке – грациозный лебедь. Хореографы легендарной дагестанской «Лезгинки» не только попробовали разбудить гордых птиц в артистах волшских узоров, но и рассказали о генезисе кавказских танцев. Парень и девушка не могли передать чувства напрямую. Они передавали это через танец. Вот ребята изображали орла, а девушки – лебедь. Передавали вот нежность в свои танцы. И, естественно, проходило какое-то общение. Другого общения гурцы не позволяли. Дагестан, где почти 60 лет назад появился ансамбль «Лезгинка», называют страной гор и горой языков. Ведь в тех краях живет больше сотни национальностей. У каждой свои обычаи, обряды и, разумеется, танцы. Рассказать обо всем этом многообразии в рамках одного мастер-класса невозможно. Но даже два академических часа кавказской хореографии произвели впечатление на самарских артистов. Что-то новое увидел, лексику новую, какие-то ходы. Многое рассказали интересное, ну, из истории. Правда, понравилось. Очень интересно окунуться во всю эту культуру. И самое главное – спасибо им, что они, правда, приехали. Дали нам эту лексику, эти знания. Спасибо еще раз. А вечером того же дня на сцене Самарской государственной филармонии Лизгинка продемонстрировала себя во всей красе. Николай Козлов, Александр Дудко. Новости губернии.